Великолепный императорский дворец скоро получит новую оправу. Масштабные реставрационные работы подходят к завершению. День за днем в его стенах историки и археологи открывают новые тайны. Последние раскопки проводили на площади более двух тысяч квадратных метров в техническом подполье дворца, куда спрячут все коммуникации. Археологам удалось подтвердить материальными свидетельствами письменные источники о том, что дворец был возведен на еще более древнем культурном слое. На месте дворца ему предшествовали деревянные и каменные постройки, палаты, храм, комплекс, который назывался владычный двор, позднее архиерейский двор. Это был комплекс зданий, он включал в себя жилые палаты, он включал в себя административные учреждения, он включал в себя храм домовый, он включал в себя подсобные территории, конюшенный двор, житной двор, то есть двор, где хранилось зерно. Владычный или архиерейский двор называют городом в городе. Было известно, что пожар 1863 года его не пощадил, но тем удивительнее стали находки. Археологи ответили на вопрос, каким образом на этом месте удалось так быстро возвести императорский дворец. По сути, его строили на еще более древнем фундаменте. Архитекторы казаков Никитин и позднее Росси, они не стали уничтожать те корпуса или части корпусов, которые были хорошей сохранностью даже после пожара, а органично их включили в новое здание. Нам удалось вскрыть остатки палат начала 18 века. У нас удалось вскрыть эти фундаменты, в том числе белокаменные, арочные формы, выкладки очень интересные. В наше время все привыкли входить во дворец со стороны улицы Советской, но исторический парадный фасад выходил к Волге. Именно там находилась изюминка дворца, императорский пандус, по которому можно было въехать в покое сразу на второй этаж. Это была изюминка Тверского императорского дворца и сейчас как раз ведутся проработки, восстановление пандуса. Это для тех людей, которые ограниченные способности имеют. Здесь способности были наоборот не ограничены, но хотелось прямо в покое на втором этаже с комфортом добираться, возможно на повозке или в карете. В архиерейских палатах сохранились печи начала 18 века с израстцами, расписанными в голландской традиции. Интерьерных находок было много, по ним можно писать целые дворцовые истории. Декоративная лепнина, фрагменты люстр, подвесок, по этим деталям бережно восстанавливались интерьеры. Эта коллекция уже обработана, передана в фонды картинной галереи и, я надеюсь, будет представлена Тверскому и не только Тверскому зрителю в экспозиции путевого дворца. Кроме функции парадной резиденции, дворец являлся прежде всего жилыми покоями, где августейшие особо могли отдыхать. После реставрации для посещения будут доступны кабинеты, спальня императрицы и все то, что составляло жизнь и быт того блестящего времени.